Здравствуйте! В суде рассматривалось немало дел, которые имели широкий общественный резонанс. Вообще, как Вы в целом оцениваете деятельность работы суда за прошедший год? Во-первых, надо сказать, что Якутский городской суд является одним из самых крупных судов на Дальнем Востоке. Одна треть всех судебных дел, поступающих в производство района и городских судов нашей республики, рассматривается Якутским городским судом. И не секрет, что практически все ретонансные дела приходятся на долю нашего суда. Ну, что касается оценки работы нашего суда, имеются вышестоящие суды, вышестоящие инстанции, которые оценивают нашу работу по показателям. То есть, в зависимости от того, как правильно суди решали, рассматривали дела, выносили решения, приговоры. Ну, что касается резонансных дел, хотелось бы отметить, что в основном резонансными делами являются те дела, которые, скажем, в частности уголовные дела, которые возбуждаются в отношении лиц, которые известны, скажем, в республике. Либо это дела, может быть, даже и гражданские, скажем, по какому-то определенному вопросу, который обсуждается, скажем, наиболее в обществе и в средствах массовой информации. Хотелось бы, конечно, отметить, что такой резонанс, он, скажем так, никогда не должен влиять на рассмотрение дела, так как суд должен рассматривать дела на основании доказательств, которые ему представлены. Вот приведу такой пример. Наверное, все знаете, уголовное дело в отношении Билипенко, известное дело в отношении педофила. Наверное, помните, что во время предварительного расследования были митинги на площади Ленина. Также была передача в Москве у Малахова, пусть говорят. И, значит, конечно, такие передачи, такие митинги, они в любом случае какой-то оставляли осадок, след, значит, в обществе обсуждали. И, значит, вот после этой передачи, пусть говорят, скажем, начали относиться, скажем, неоднозначно уже, считали, что оговорили Пилипенко. И, значит, с другой стороны, когда после того, как были митинги, просили расправу отношения лиц, которые, значит, проходили по делу, то, естественно, конечно, суду приходилось, скажем так, чисто психологически непросто, потому что мы должны решать именно вопросы согласно вот именно доказательствам и соответствии с законом. Вот. Это дело рассматривал я. И, конечно, приходилось вот именно, что, ну, конечно, каждое дело мы, независимо, если это резонансное или нет, мы должны как бы рассматривать с учетом именно доводов стороны защиты, либо другой стороны и другой стороны, стороны, допустим, обвинения. И все, значит, сопоставив, мы, значит, приходим к определенному выводу о виновности лица, либо о невиновности. Что касается гражданских дел, то сейчас очень много дел, ну, скажем так, где участниками судопроизводства, гражданского судопроизводства являются известные лица, либо, допустим, какой-то вопрос обсужден, значит, рассматривается судом, который, ну, скажем так, вот, определенные какие-то, скажем, да, вот эмоции вызывает. Ну, в целом, я могу сказать, что, несмотря на это, наш суд всегда, значит, показывал, ну, скажем, высокие результаты. Скажем, в таком плане я оцениваю работу нашего суда. Несмотря на то, что в прошлый год, в 2017 году судебная коллегия по уголовным делам рассматривала дела в неполном составе. У нас отсутствовало 5 судей. А сколько в целом вообще средняя цифра рассмотренных дел за год бывает? Ну, а если, скажем, приведу статистику за 2017 год, в уголовное дело было рассмотрено 1445. Это на 200 дел больше, чем в прошлом году. Вот. С чем это возникла такая цифра? Так как у нас есть изменения в законодательстве, значит, изменилась подсудность некоторых уголовных дел, тех дел, которые рассматривал Верховный суд, в частности, дела в отношении педофилов, сейчас намечается передача дел, скажем, изменения подсудности дел, которые рассматриваются мировыми судьями. В частности, такие дела, как статья 264 со значимым 1. Это дела в отношении лиц, которые ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Если они повторно попадают, совершают такие правонарушения, то это уже является составом преступления. Вот. И такие преступления, в смысле, такие уголовные дела будут рассматриваться якутским городским судом в ближайшем будущем. Конечно, у нас очень много, скажем, да, бывает, ну, очень много, когда общаются, тоже, значит, в сетях интернет, в основном ругают суды, не только, скажем, якутский городской суд, но и вообще суды. Мы, конечно, знаем, что, в принципе, вообще власть ругают, но почему у меня такое происходит, я бы хотел тоже обратить внимание. Какая работа ведется в вашем суде, чтобы наладить вот эту взаимосвязь между судом и гражданином, чтобы они вас не ругали, больше вам доверяли? Нет, я думаю, что в любом случае, наверное, будут какие-то определенные, скажем, высказывания в отношении суда, потому что мы рассматриваем споры. То есть у нас две стороны, если мы выносим решение по существу, то, естественно, это либо удовлетворяем, скажем, да, вот требования одной стороны, либо отказываем. Естественно, возникает несогласие с решением суда, и, конечно, это, естественно, также может отразиться именно как бы к отношению вообще к судам и к Якутскому городскому суду в частности. Ну, конечно, мнение общественности мы в любом случае учитываем, но, конечно, не при рассмотрении дел, но в любом случае мы, конечно, пытаемся прислушиваться к мнению граждан, общественности, так как в любом случае мы, вот для чего вообще созданы суды? Для того, чтобы мы рассматривали споры, для того, чтобы у нас не было конфликтов, и именно такой объективный орган, как суд, он должен как бы решать вот эти все конфликты, которые возникают у нас в обществе. Иван Иванович, ну как часто пересматриваются вообще решения Якутского городского суда, и насколько часто вообще граждане у нас жалуются? Ну, надо сказать, что мы являемся столичным судом, и, естественно, правосознание наших граждан, скажем, у горожан, оно выше, чем, скажем, у граждан, которые живут в районах. В связи с этим у нас обращаются жалобы, и это не говорит о том, что было вынесено незаконное, необоснованное решение, либо незаконно обоснованный приговор. Это право каждого участника процесса, значит, обжаловать решение суда. Ну, значит, у нас вот именно показатели нашего суда, то есть именно как правильно мы рассматривали, значит, то или иное дело, ну, скажем, там в течение года, допустим, да, вот какое количество дел мы рассмотрели правильно. На основании этого и судят о работе суда в целом. То есть это и уголовные дела, и гражданские дела, то есть в таком плане. А то, что обжалуется там какое количество, это не говорит о том, что суд работал неправильно, то есть уносились неправильные решения. Потому что данное решение может быть оставлено в силе, в вышестоящей инстанции. Ну, вот как раз-таки мы сейчас об этом пытаемся донести гражданам опять, чтобы не было той ситуации, потому что некоторые наверняка подумали, раз жалуются что-то, пересматривают, значит, возможно, были не приняты какие-то верные решения. Ведь все это иначе, как вы только что пояснили. Вот в России на всех уровнях проводится работа по противодействию коррупции как раз-таки. И вот какие меры принимаются судом в отношении данного направления? Ну, надо сказать, что судьи – это вообще категория людей, которые всегда находятся, скажем, на виду общества. То есть за нами определенный ведется контроль, то есть имеется определенная комиссия. Даже если бывает такое, что гражданин, который не удовлетворен решением суда, он может обратиться с жалобой в кваликационную коллегию судей, либо обратиться, скажем, в Федеральную службу безопасности, допустим, да, либо другие органы, и указать, что, значит, данный судья при рассмотрении дела допустил какие-то нарушения закона. То есть, что касается коррупции, коррупционной составляющей, думаю, что в судейской среде практически, ну, не знаю, это невозможно, потому что я даже не знаю таких примеров, чтобы именно такое было возможно, потому что каждое решение, оно у нас, скажем так, открыто прозрачное. Каждый человек может на сайте суда, как бы, обратившись к сайте суда, ознакомиться с решением дела, посмотреть там, по каким причинам, значит, откладывалось рассмотрение дела, какое решение принято, ознакомиться, если что, могут обжаловать. То есть, высшестоящая инстанция также, она может, как бы, ознакомиться. Естественно, если какое-то неправосудное решение, скажем, было умышленно, скажем, вынесено судей, то это в любом случае будет, как бы, видно. То есть, поэтому в этом плане, как бы, тоже, как скажем, да, вот имеются определенные такие вот рамки у судей, ну, и, естественно, они должны быть. И, помимо этого, у нас имеется комиссия, которые создаются, значит, у нас в данный момент имеется комиссия, которая рассматривает также жалобы, которые поступают, имеется ли какая-то коррупционная составляющая. Также, значит, если бывают, ну, бывали такие случаи, в этом году, в 2017 году, кстати, прошедшем, у нас таких случаев не было, но бывали случаи, когда, значит, неофициально обращались, пытались граждане, либо там какие-то должностные лица обратиться к судьям, скажем, да, при решении какого-то определенного дела. Ну, значит, у нас имеются определенные рычаги. Каждый судья имеет, то есть пишет заявление об этом обращении председателя суда. Я, значит, даю ход этому делу. Ну, да, там ссылается точка. То есть, как бы, это все прозрачно. Иван Иванович, ну, очень коротко, если в работе суда, вот, в этом году ожидаются какие-то изменения, если очень коротко? С 1 июня 2018 года у нас, значит, в связи с расширением института суда присяжных, суды районного городского звена будут рассматривать дела с участием присяжных заседателей. До этого, то есть до 2018 года, до июня, значит, с участием присяжных заседателей рассматривают только верховные суды республик, там, областей и так далее, да. Сейчас у нас идет подготовка, скажем, к рассмотрению дел с участием присяжных заседателей. Готовятся залы, сейчас обучаем судей, работников аппарата суда. Ну, надо сказать, что в Верховном суде у нас, как вы знаете, 12 заседателей было, ну, как и 12 апостолов тоже, да, вот. Сейчас у нас намечается сокращение, будет в Верховном суде рассматривать дела с участием присяжных заседателей 8, в количестве 8 человек, а в районных городских 6 человек. Вот хочу пожелать, наверное, да, скажем, не то, что вот в начале года, обращайтесь в суды, и я думаю, что с каждым годом вот очень отрадно, что доверия у граждан, скажем, больше, скажем, да, вот, как показывается. Ну, это самое главное. Большое спасибо вам, Иван Иванович, что приняли участие, беседа была действительно интересной. Я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гость нашей студии был председатель Якутского городского суда Республики. Иван Минокуров, оставайтесь с нами.